Бумага, изобретенная в Китае почти 2000 лет назад, всегда считалась востребованным материалом. Даже сейчас, несмотря на то, что выпускаются меньше газет и журналов, которые перешли на электронный формат, и меньше бумаги используются в остальных сферах жизнедеятельности человека, бумагу все еще трудно заменить чем-то другим. Это экологически чистый материал, который не загрязняет природу, который можно вторично переработать и который можно сделать практически из любого дерева. Для того, чтобы узнать, как делают бумагу, я отправился в Карелию, в город Сегежа, на завод компании Сегежа Групп, которая производит здесь мешочную бумагу. Кстати, компания занимает третье место в мире по производству этой продукции. Вам эта бумага знакома под названием Крафт Бумага. Наша экскурсия начинается с лесной биржи, куда свозится сырье для производства будущей бумаги. Это бревна хвойных пород дерева, в основном елей, потому что у них лучшие показатели по волокнистости. Также сюда свозится щепа. Бревна привозятся лесовозами с лесных делянок, которые находятся в Карелии и соседних областях. Щепа частично привозная, частично производится на заводе. На этих кадрах видно, как из вагонов выгружается именно привозная щепа. К сожалению, лесная делянка, где ведут лесозаготовку, находилась далеко и мне не удалось посмотреть, как это происходит. Потому покажу кадры, снятые в прошлых сезонах. Харвестер обхватывает своими манипуляторами дерево, спиливает его и также шустро избавляет бревно от веток. А форвардер грузит все в лесовоз, который доставляет круглый лес на лесную биржу. Немного информации о вырубаемом лесе. Для меня стало новостью то, что компания берет в аренду у государства землю под лес, не только для того, чтобы вырубать елки, но и для восполнения лесного фонда. В 2021 году компания Сегежа Групп восстановила на территории Карелии 9,5 тысяч гектар леса. Общая цифра по лесовосстановлению в разных областях достигает 38 тысяч гектаров лесных территорий. Это как засеять 63 тысячи футбольных полей. Вот так выглядит молодой лес. Здесь посажено больше деревьев, чем было вырублено. Но мы вернемся обратно на биржу. Леса здесь много. Есть даже такая елка из бревен елок. Смотрится оригинально. Бревна подают на транспортерную ленту, по которой она движется в древесно-подготовительный цех на окорение. Удаление коры с круглой древесины. Происходит это в таком барабане, куда подается горячая вода для лучшего отделения коры. Со стороны барабан выглядит как огромная стиральная машина, но размеры этой стиралки впечатляют. Бревна трутся друг от друга, кора падает вниз, а бревна движутся дальше. Кора, удаленная с дерева, отправляется в котельную, которая находится на территории завода. Здесь ее сжигают и получают дополнительную энергию, которую используют на производстве. Затем бревна распиливаются на щепу, которая по длинным транспортерным лентам подается дальше. Процесс распиливания закрыт, потому не смогу его показать. Кстати, если меня смотрят представители мастерских, заводов, фабрик и других предприятий, то напишите мне письмо, и я сниму о вас такое же интересное видео, которое выйдет на этом канале. Далее щепа поступает в огромный варочный котел высотой более 50 метров. Так это выглядит изнутри. Щепа промывается водой и заливается щелочью, в которой варится несколько часов при температуре выше 100 градусов. Щелочь разъедает щепу, превращая ее в целлюлозу. В процессе варки удаляется лигнин, компонент, придающий древесине жесткость. Вот так выглядит свежесваренная целлюлоза. В воздухе рядом с варочным котлом и на территории завода явно ощущается запах сероводорода. Это издержки производства бумаги на старом советском оборудовании. Как мне сказали специалисты фабрики, цель закрыть проблему запаха в городе до конца 2022 года. Компания уже устанавливает новые фильтры на содорегенерационные котлы. Перемещаемся в следующий цех, куда поступает измельченная целлюлоза или, как говорят специалисты, бумажная масса. Здесь стоит самое современное оборудование. Этот огромный комплекс механизмов и валов называется бумагоделательная машина, сокращенно БДМ. Самая первая бумагоделательная машина была впервые построена более 200 лет назад в Англии в 1803 году. Принципы производства бумаги с тех пор не сильно изменились, но автоматизация заменила большую часть рабочих процессов. Почти все здесь контролируется компьютером. Это довольно шумный и опасный механизм, к которому не следует подходить слишком близко. Бумажная масса поступает по трубопроводам из размольно-подготовительного отдела на ситочную часть бумагоделательной машины. Массу разбавляют водой и наливают тонким слоем на формующую сетку. Лишнюю воду откачивают и сливают. Образуется бесконечно мокрый лист бумаги, который отжимается, сушится и прессуется валами бумагоделательной машины до тех пор, пока эта коричневая масса не приобретет известные нам характеристики бумаги. При этом важно сохранить длину волокон целлюлозы, чтобы бумага стала прочнее. В результате получается такой огромный рулон мешочной бумаги, который нарезают на несколько частей и отправляют на склад. Далее бумага отправляется в следующий цех, где из нее делают мешки, в основном для сухих строительных смесей. Верхний слой бумаги отбелены, как вы можете видеть. Эта бумага поступает от разных производителей. Мешки тоже непростые и состоят из нескольких слоев, чтобы выдерживать необходимый вес. За этим процессом тоже интересно наблюдать. Кажется, что все делается очень быстро. Мешки отправляются на склад, а затем к своим заказчикам. В соседнем цехе из бумаги делают пакеты разного размера, которые наверняка есть у вас дома. В аппарат заправляется широкий рулон бумаги и пара рулонов поуже, из которых делаются ручки. Аппарат режет бумагу, приклеивает ручки и складывает пакеты. Сотрудникам остается только уложить пакеты в коробки. Здесь производят даже пакеты для Икеи. Довольно прочные, кстати. Коробки с пакетами обматываются в пленку и также отправляются на склад и оттуда к заказчикам. Продукция Сегерского целлюлозно-бумажного комбината экспортируется в более чем 70 стран мира. Теперь и вы знаете, как делают бумагу, мешки и пакеты. Спасибо всем за просмотр! Если вам понравилось это видео, обязательно поставьте лайк, подписывайтесь на канал «Как это сделано» и не забывайте нажать на колокольчик, чтобы не пропустить новые ролики. С вами был Аслан, всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok